Вот у Валентины, это у нас тут как европейская ставка. Тут обиход, тут она готовит для собаки. А у нее частный дом или как? Ни у кого частного нет. Она, Жанна, она снимает 600 евро платит каждый месяц. Валентина. Двухкомнатная квартира на четвертом этаже платит на меня. Еще она говорит. Екатерина, впереди еще мама сказала, как квартира у нее? У мамы двухкомнатная квартира. Ей оплачивает квартиру социал. Стоит 310 евро каждый месяц. Это Екатерина, Валентина дочь. Потерянки были крещения принимали. 315 в месяц она платит. Но не она, а за нее платит этот, Арбайдзам. А на сколько? Она как это, на социале или как, я не знаю по-русски, как это названо. А что? Ну, когда сидишь на пособиях, ну, как социальная помощь. Ну, понятно. Да. В общем, сейчас говорят, что в Европе выгоднее на пособие жить, чем работать. Нет. Нет. Я работаю, выгодно работать. Да? Ну, я не знаю, как в Германии, во Франции говорят, что, ну, практически одинаково, что работаешь. Допустим, если приезжает человек во Францию, там выгоднее сесть на пособие, чем идти куда-то устроиться на работу. Ну, смотря куда ты устроишься. Не-не, Серега. Это смотря куда ты устроишься. Ну, если работаешь, то это лучше, чем на пособие. Там больше денег и все. Ну, а вот, говорят еще, ну, якобы платят большие деньги, опять же, та же Франция, за воду платят, вот, за обеспечение госуслугами вот этими. Потом, если имеешь телевизор второй в доме, нам нужно налог за него платить. А, за второй телевизор надо платить еще дополнительно. Надо поставить на стол, пожалуйста. То есть мы и так платим, допустим, за телевизор, мы платим в квартал, платим, сколько ты платишь? За три месяца, за три месяца я плачу 53 евро за то, что я пользуюсь антенной. Ну, нет, за то, что телевизор есть. За то, что телевизор и радио есть. А если, Серега, второй телевизор, то еще 20 евро добавить. За то, что у нас со сетевизором работает. Так что, 53 евро. А мы еще раз. Это в квартал. Вот посчитай, в год это 200 евро. За телевизоры. За телевизоры. Я говорю, я хочу там... Ну, это 53 евро. Это платится тем людям, которые... Телевизоры платят за немецкие каналы. и все остальное транслируют, что они нам транслируют. Миллионы людей могут содержать. Ну, если надо платить, то мы платим. Нет, нет. Если работаешь, то лучше, а след на пособие... Никогда не платят в России. Она женщина рассказывает. Я говорю, не успеваю платежки вытаскивать из почтового ящика. Каждый день стопки платежи, говорит. Ну, да. За квартиру платить. Электричество тоже. Электричество, полкини. Телефон 50 евро. То есть вот это минимум. То есть вот считай вот сколько. Ну, а вот если относительно вот так в процентах посчитать, относительно вот зарплаты, какой процент от зарплаты приходится отдавать за коммунальные услуги? Да много. Процентов 50-60. Ну, вот я, например, получаю 1200 в месяц евро. Около 500 евро я отдаю за коммунальные услуги. За квартиру, телефон и электричество. 500 евро я отдаю, мне должно это отдаваться. Ну, где-то 40 процентов. 40 процентов моей зарплаты. Ну, мы живем хорошо. Мы живем, слава Богу, хорошо. У нас все есть. Ну, а вот человеку, допустим, молодой человек, он выходит только в жизнь, начинает жить, да? Ему как обустроить семью, вот как создать, что ему нужно делать для этого? Если он создает семью, это очень, очень тут, очень легко. Намного легче, чем в России. Тут предоставляется жилье. Если у тебя семья, если ты родил ребенка, тем более. Тебе дается квартира. Что ты рассказываешь, а? Почему? А почему я не могу рассказать? Мне какую квартиру дадут, если ты не работаешь? Если получаешь зарплату, ты можешь сам снять квартиру, какую ты хочешь. А если ты отдельно… Даже если работает молодой, так молодой получает тысячу уэра. Я не делаю, я здесь не работала. Вот тысячу уэра, посчитай, тысячу уэра берут квартиру, например, стоит 300 уэра, 300 уэра, 300-350 уэра. Считай, если машину еще строковку платить и так далее. Вот тысячу минус 350 остается сколько? 650 на месяц. Это остается… А, ну, еще электричество и так далее. Это будет 350, 400, 400. 550 остается на еду. То есть, как тебе сказать? Вот это много или нет? Еще строковку заходят. Ой, да ладно, это… Бензин покупать. Бензин дорого стоит. То есть, как сказать? Ну, жир, наверное, не раскатится. Не слишком, как сказать, сколько пойдет. Нет, ну, это понятно. Это все вот квартиру, машину, да. Но это человек-то… Дает человеку обязательство, как говорится, всю жизнь теперь проценты платить, правильно? То есть, человек становится зависимым от государства. Не, ну, ты можешь же кредит не брать, к примеру. Ты можешь, как сказать, накопить денег немного и купить машину нормальную, там, не слишком дорогую, понимаешь? Зачем другую брать? Ну, а купить вот так… А с работой же… Как работа вообще… Места не настолько много, чтобы каждому устроиться-то работать? Нет, хорошую работу, чтобы хорошо платили, найти очень тяжело. Ну, на 800 $, 1000 $ можно, к примеру, тебе так найти. А если 1,5-2 тысячи $, то надо хорошее образование, и не найдешь ничего. Тяжело. Ну, я не знаю. Я, вот, относительно, конечно, зарплата выше в Европе, но я вот делаю такое соотношение с Россией, в процентном отношении у нас люди сейчас намного живут, ну, устроеннее. То есть, в процентном отношении у нас платятся за госуслуги и гособеспечение вот это все, ну, третья часть от зарплаты. Вот. Плюс ко всему, вот эти у нас до сих пор работают муниципальные службы, там бесплатные садики, там школы, вот это все. Ну… Я не знаю, как сейчас в России вообще, как будут там все. Ну, тут-то все стабильно. Если ты получаешь ту же тысячу, ты получаешь ее каждый месяц, регулярно. Дети у нас, если они, если они хотят учиться, они тут могут пробиться куда захотят, лишь бы не ленились. Все в твоих руках. А вот относительно, вот, допустим, веры в Бога, люди как, у людей есть вера вообще? У людей все построено на материальных благах. Это вот у них… Бог – это мамона, да? Правильно сказала я? Их Бог – мамона. Служат только, чтобы хорошо жить, чтобы было богато и было что поесть. Ну, вот это вот у них в основном. Вот у них это культ вот ездить, отдыхать. Каждый месяц работают для того, чтобы… каждый год работают для того, чтобы куда-то съездить. Ну, это в России, наверное, тоже такое есть. Ну, я не знаю. Вот, допустим, у нас начинаешь беседу с таким, ну, с человеком далеким, от веры, от Бога далеким. И вот начинаешь беседу, и человек как-то вот проникается, человек опускает сразу глаза и что-то, возможно, что-то слушает. Вот. А с человеком европейским человеком можно о Боге как-то говорить? Как он вообще воспринимает это? Вот я не знаю… У меня, видите, в чем проблема? Я плохо разговариваю на немецком языке и плохо его понимаю. Ну, вообще можно говорить, конечно, с людьми. Они все такие же одинаковые, что, мне кажется, русские, что немцы. А те одинаковые. Везде хватает и дураков, и умных, и верующих. Я не могу разделить по национальности тех и других. Не могу. Не знаю. Не могу разделить. Ну, а вот сейчас отношение… Опять же, вот это раздули все. Отношение к греху садами, и как вообще в Европе это воспринимается, вот это… Это воспринимается как нормальные вещи. Что? Ну, вот голубые. Ну, вот, например, я когда… Как-то я со своими коллегами по работе, мы завтракали, и завели разговор про вот это вот, про гомосексуализм. И мне моя говорит, у меня у моего мужа двоюродный брат голубой. А я за голову схватилась и говорю, так это же Содом и Гамора. Это же плохо. Это же… Это ужасно. Это ведь все конец. Это конец человечеству, что вот это вот делает. Что это грех. Это… А они мне говорят, ну, Катерина, ну ты как Путин. Понимаешь? Ты как Путин. Понимаешь? И у них это… Я вот просто схватила это за голову, и вот мне просто ужас объял, что у них это как в порядке вещей. Как это все нормально. Ну, а хотя я была на работе тоже. А потом я им начала задавать вопросы. Вот ты вот хочешь жить с женщиной? А они, фу-фу, плюются. Да ты что, Катерина? Да ты что, Катерина? Ну, а вот так я говорю, ну ты представь вот твой сын. Ты бы хотела, чтобы твой сын или твоя дочь вот таким такой вот ужасом… Нет, нет, плюются вот так вот. Но понимаете, они вас принимают. Они идут за миром. Они идут за миром. Идут… Как им сказали, вот, новостям, что это хорошо, что гей-парады. И… И вот что я вам хочу сказать, когда я… Когда в России я… Ой… Когда в Германии я прожила, через три года или через два года я поехала в Россию. Я просто любовалась на мужчин, на русских. Что они мужественные. Они мужественные. В России мужественные. Вот как с Белоруссией мы въехали, на поезде мы ехали. Это в 2006 году. И я вот просто любовалась на мужчин, что они мужественные. А вот здесь… Ну, внешне, да. Внешне похоже на мужчину. Ну, а тут… Развращенная. А на Германии же и была развращенная. И еще, может, в таком-то иначе… Что они еще по-другому… Что они еще по-другому… Внешне… То есть, вот это вот как у нас… Вот это у нас… Ну, в крови у мужчины, там, за женщину заплатить где-то… Вот такого нет, да? Что… Чтобы пришли там в кафе и… Мужчина за женщину, там… Парень за девушку заплатил за мороженое. Да нет, да. А это мы не знаем. Туда не ходят. Не, ну, как… Как-то один раз… Я еще когда-то один раз… Я ходила в ресторан с немцем. И он заплатил за меня. Один раз просто так вот познакомились, но я все потом сказала нет. Ну, он просто оплатил, потому что знал, наверное, что русское. Вот сейчас ролики у нас выставляют и показывают, что в Германии собираются… Люди выходят на площади в поддержку Путина. Вот. В поддержку, ну, путинского движения в России. Вот как… Насколько это серьезно? Как люди вообще Россию превоспринимают сейчас? Один… Один раз мы подошли к русскому… Нам… В Зоннеберг приезжает русская лавка. И мы подошли… С Володей и с моим мы подошли покупать. И подошел немец к нашей русской лавке и заговорил на русском языке. Ну, и тут мы разговорились, и все такое… И вот… Как вас звать, да все такое… А он говорит… Владимир Владимирович Путин, мол… Я… А он говорит… Володя говорит… Вы относитесь… А он говорит… Это политик… Который… Намного… Намного лучше всех тех политиков… Самых лучших, которые находятся в Германии… То есть он с уважением к нему… Вот это политик… Вот он может… Как… Может многих политиков за пояс заткнуть… Я его говорит… Уважаю… И говорит… Я учу русский язык… Вот… Вот так… И у нас прихожанков есть в храме… Вот у нас в Кобурге… И у нее… Муж немец… И вот они вот… Как раз… Украиной… Вот эти все дела… И он… Как… Новости-то немецкие смотрит… А там-то что передают… Ну… Как… Передают… Искаженные… Искаженные… Как… Ну… Не на… Ложь… Типа… Путин такой… Да плохой… Да все такое… И она… Давай ему разъяснять… И все такое… Вот… И он потом… Все… Но они… Они же тоже немцы… Понимают… Что… Где правда… Где ложь… Нормальный-то человек… Может же отличить… Я не знаю… Как у меня получится… Ладно… А политики… По нашему делу… Что там нужно… Что мы так… Не так делаем… Может что-то… Ну… Тип… Все ладно… Все ладно… Делайте… Люди… Очень следят… Люди ждут роликов… И смотрят все… Все смотрят… Мы должны были сейчас закачать добрых десяток роликов… Вот сегодня… Если бы все закачали… Примерно 10 роликов и было бы… Новых… Сегодня никак нам не получится… Вот… Смотрите… Я сейчас объясню… В чем проблема возникает… Вот… Вы снимаете на камеру ролики… Да… Ролики там… Они объемные… То есть… По гигабайту… Есть по 2 гигабайта… То есть… Они… Такие… Тяжелые… Ролики… Прежде чем их… Скачать… На… В интернет сервер… Их нужно сначала… Ужать… Чтобы… Ужать… Это нужно… Вот… Два десятка… Роликов… Нужны целые сутки… А возможно и двое суток… Понимаете… То есть… Они туда закачивают… Потом я их прогоняю… И в общей сложности… Получается… Недели две… Полторы-две недели… Да… Понятно… То есть… Сразу… Сразу… Невозможно никак это сделать… Потому что… Мы… Мы на жестком диске их сохраняем… А уже… Когда будем на месте… Мы посмотрим… Что не прошло… Не дошло… И все восполним… Я ужму все… Не… Она нажимает… Ну… А восполнять… Что восполнять-то… Я все выставляю… Все, что снимаете… Все ставлю… Ну… Чтобы все дошло… Вам промахило… Нет… А… Ну… Потом уже… Да… Это… Впоследствии приедете… Когда будете просматривать… И уже может что-то… Вот… Допустим… Вчера обратился человек… А где… Третья… Это самая… Проповедь-то… На берсенике… А я искал… И сказал… Так и не нашел… Иер… Ну… Я видела… Значит… В пределах 5 июля… Мы должны войти в Россию… По нашему рассуждению… Детскому… Уж как это будет… Бог знает… Там мы начнем тогда только работать… У нас сейчас… Просто… Километраж… Наматывается… И… А там роликов… Может быть больше… Там мы вряд ли сможем давать… Где остановились… Там у них нет выхода… На моих креслах… Нету… На моих креслах… Нету… Это самое… Написали мне… Что вы за Сергея Дудина… Спрашиваете… Там… Сергеем Дудином связаться… По этому вопросу… Что нужно… По какому… Отстучите ему… Чтобы он дал… Успел… И вы скиньте мне на Mail.ru… И я возьму его в Финляндии… И Константина Дуршенова найти… Так и не смогли найти… А в Питере… В Питер вообще… Когда вы рассчитываете… Планируете… Ну если мы 5-го вернемся… С 7-го мы можем быть уже в Питере… Потому что первый рейс… Когда мы заправимся… Мы в Питер заглянем… И мы сразу уйдем на Север Мурман… С Баренцевой воды… Если с машины будет все повыше… Это будет очень далеко… Но нам по-другому нельзя… А потом мы начнем стягивать все… Работа ниже… Смоленская область… И вот… Калуга… Где ведем… Белгородская… Вот поэтому… У него тошнота… И теперь вернемся на машку… А… Попада… Тоже записали… Записи идут… А в Костелок… Костелок… Со священниками… Там не беседовали нигде… Не беседовали нигде… Это впереди… Это может быть… А у вас переводчик есть? Ну… Это… В Латвии… Литва… Эстония… Католические… А здесь то больше… Скандинавия… Протестантизм… А вот там… Да… Там мы можем… Войти… В Латвии я должен… Просто обязан побыть… Найти место… Где я обратился… В 62-м году… Найти тот дом… Ту дверь… Ту половису… Где я первый раз склонился… И это все заснять… Там где у меня было духовное рождение… Где началась новая жизнь… 52 года назад… Возможно может уже и зданий этого нету… Ничего я не знаю… Ответить не могу… Если возможность будет и… Кого-то найду… Найти… Могилу… Михаила Иоанна Еремеева… В доме которых я обратился… Это моя духовная родина… А у вас… Вы связь так и не поддерживали с ними… Да… Информацию… Не было… Они умерли… Я посещал их… После этого… Как уехал… Я уезжал… Ты что… У меня брат был… Работали… Ну… Коммунисты там… Насели на него… И мне пришлось оттуда уезжать… У меня выхода не было… Я допустил роковую ошибку… Я его оставил там… Надо было его сорвать… Вплоть до того… Что… Трудовую бросить… И забрать с собой… А я его оставил там… Ну… А им занялись… Дали какого-то… Филимонова… Филимонова… Его научил пить… И когда он начал на работе… Попускать… Пить… На счастье… Он говорит… Что ж ты сделал… Филимонова… Что умел… Он научил… Филимонова… Этот мой брат… Недавно умер… Может месяца два назад… Филимонова… Инатих… Еще… Хотел еще вчера спросить… Забыл… В общем… Ролики стоят… На YouTube… На канале… Во свете Библии… Стоят ролики… С вашими видео… Вот… С теми 90-х годов… Вот… И два ролика… Из них без звука… Почему звука нету… А что там? Ну вот, я сейчас скажу, там ролики Златоуста с Потеряевки. О, там есть звук. Там есть звук, а в тех двух роликах нету звука. В каких именно? Сейчас я скажу точно, в каких конкретных. В предчувствии и второе крещение Руси? В фильме «Глаз выпивающего в пустыне» и документальный фильм «Предчувствия» вот в них нет звука. Я вчера только обнаружил это. Значит, выйти на Гавриила, выйти на Юлию и сказать, чтобы проверили. Потому что это связано, что сервер «Народ» какой-то там перенос делает, и чтобы всегда был звук, и все нормально было. Чтобы там и Игорь занялся, и Юля. Они занимаются сайтом. Люди сейчас узнали эти ролики, начали смотреть. Я хочу их сейчас выставить по новой. То есть я их обработаю в новом формате и выставлю еще раз. Дело в том, что режиссер Кузнецов, который фильмы снимал «Златоус из Потеряевки», он поехал в Москву. Я говорю, вы как режиссер-то имеете право достать-то? А то мы берем-то, ставили его, снимали с телевизора, когда его показывали, премьера фильма была. Он пошел там, где госфонд кино, а ему говорят 150 тысяч, чтобы копию снять. Но я снял, что никто ему не даст 150 тысяч. Это режиссер, который создатель фильма. А ему говорят, да я же создал фильм, тебе за это заплатили. Зарплаты были, зарплаты были. Уходят. Ну, я пошел к проводю. Валентина. Кочарина говорит, что там придут. А машину-то просмотрели всю, там просмотрели, чтобы... Что могли, посмотрели. Нужно хотя бы вот такие агрегаты разобрать. Сейчас я спрошу. Николай, подойди, пожалуйста. Сергей, объясни, что по машине сделали, что не сделали. Брат, ну что там генератор-то разобрали, все там, хотя бы бензонасос все почистили. Генератор, карбюратор, нормально все. Единственное, у нас вопрос, значит, стоит с коробкой передач. Потому что залез я, пробочку там вывернул, посмотрел, а пилочки начали собираться. То есть там что-то подгрызается в коробке. И по всей видимости, первая, вторая передача. Потому что они гудеть начали. Я не знаю, либо вал, либо вилка, либо там еще что-то начало подцепаться. Ну, на Господа Бога будем уповать. Да вот, я вчера только с человеком, я говорю, едут, посмотри, на газели едут по всему миру. Тут до Москвы-то боишься на газели ехать. Вот, а это в такую поездку. Это, это, это вот, Игнать, тихо началось. Ну, ладно тебе. Это да. Я сзади как мешок с овсом сижу. Нет. Вот он главное, брать и давай. Нет, 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 нет. Игнать, тихо, Игнать, тихо, на таком автомобиле решиться куда-то поехать. Ну, решился, это что. Не за тысячу километров, это... Это как у Бога, или двое сидят, один у друга спрашивает. Как думаешь, доедет только лесо до Москвы или до Питера? Так и здесь, доедет, не доедет. Ну, доехали-то до Владивостока, порт Находка, ты это тоже бери во внимание-то. В Москву уже приезжаем третий раз. В прошлом году прошли 15 государств, а машина-то одна и та же. Это уже чего-то... Хорошо бы, если бы они такие головастые, как русские мужики были. Они же меняют сразу агрегаты, они не ремонтируют. А у них полетел генератор, они новый ставят генератор сразу. Вот, и если что-то полетит, вам придется заказывать в Россию, ждать, пока посылка придет. Потом только устанавливать. Иначе никак. Ну, думаем, если Господь благословит, мы вот 5-го числа должны уже выйти в Россию до 5-го. Всех там поднимаешь, чтобы просили Бога, чтобы помиловал нас. И мы не празднули какое-то путешествие делаем. С чем государство осталось нам? Мы и так Бельгию, и тут их три, все это оставили далековато, только из-за страха, как бы нам не застрять. Мы стали намечены отрезать кое-какие куски. Ну, а тут никак нельзя. Прибалтика, Скандинавия просто нельзя оставить. А если взять-то по большому счету с Прибалтикой вместе, и прямо на Россию идти через Польшу и Белоруссию, то наше расстояние сегодня не намного больше будет. Совсем не намного. Мы идем здесь по прямой, заходим только севернее, переходим, а из Литвы, сказать, мы сможем сразу вернуться в Россию. Конечно, в России-то люди готовы слушать, а там-то едете, и кто вас там ждет, кому вы нужны. Никому вы не нужны. Мы только на Бога надеемся. Мы нам нужны. Ну и так, видишь, там, с Богом. А там видно будет, там Бога. Масло в двигателе, в коробке поменяли, поменяли, значит, автомобиль, а там аккумулятор еще один приобрели, как бы на всяких пожарных случаях. Конечно, ну так хотя бы профилактику почаще какую-то проводить, вот так. Поэтому мы посмотрим, завтра, да и Бог, поедем, посмотрим. Утром-завтра мы выезжаем. Мы даже завтра пройти 850 километров. Остановимся перед Копенгагеном где-то километров за 30, чтобы послезавтра утром найти нам национальную библиотеку и все. И дальше оттуда успеть в этот же день уже пройти дальше до Осло, Швеции, потом Стокгольм. Мы едем раньше. У нас должно быть, если благополучно, свободное время, дни. Если бы машина была совершенно нормальной, мы отсюда могли бы пойти на Бельгию, что оставили. Мы бы свободно это прошли. Но, ввиду вот такой обстановки, пусть лучше мы прибудем раньше в Стокгольм и там промотаемся день-два, чтобы нам не пропустить 28-е. На 28-е нам забронировано, оплачено место уже. Все. Там Игумен Никита старается. Ты где, при Краме там, да? Не знаю, я не знаю. Ну, наверное, там у нас. Это в Хельсинки. Мы из Стокгольма на пароме даже ночью переплыть в Турку, в город Турку. А из Турки, в Турке они нас встречают. И уже назначают, когда завтрак, обед, где выступить, где место. И оттуда они нас отправят уже в Эстонию. А Эстония это уже полностью рядом с Россией. Эстония, Латвия или два. Оттуда мы быстро вывалимся. Так что мы здесь два дня очень хорошо отдохнули, раскормились. Я вижу, отдохнули, сидит, спит, отдохнули. Расскажите про замок. Про что замок, чтобы замок старинный сводили? Я рассказываю. Расскажи больше. Мне просто не... Я уже сказал немного. Я только пришел, прошли, когда пытки эти орудия пошли. Я говорю, пойдемте отсюда. А то я буду стоять и плампать. Я вижу людей этих. И всегда вспоминаю Викторию Гугоху. Я вам писал в Батерлоу битву. Он слышал ржание коней, запах пороха и запах крови. Мое воображение точно такое же. Я как будто бы в пыточной камере. Я говорю, как в тюрьме нахожусь. Зачем я себя буду терзать? Помочь не могу. Опыт мой другой совсем. А люди ходят, шарашатся там. Ничего не понимают, не видят. Ну, фотографии сделали, да. Не то, что мне там плохо было или что-то. Нет. Я просто, войдя в тот период времени, называется экстраполяция в периоде времени, меня сильно расстроит. Это уже... Я лежал, когда вот в Пите, палата интенсивной терапии, реанимации. Вот у нас умирали люди в страшных муках. Умирали в день по нескольку человек. Ну, рядом со мной привозили, они умирали тут же. Вот, и когда ко мне священник пришел причастить меня, он говорит, я не могу тут находиться. Я чувствую смерть, вот это вот мучение, муки вот эти. Вот, и он кое-как меня причастил и бивом оттуда, из этой палаты. Потому что там висит такой... Ну, это болезнь, это другое совсем. Я это свободно даже, я видел. Здесь человек против человека. Насильственная смерть. И камера пыток. И как они терзают, пилят, прокалывают. И все это здесь. Какой-то шлем позора там надевают. Это другое совсем. Больное, это все естественно. Это неестественно. Это неестественно в животном мире, не у измерений, где нет. Что говоришь? А разве сейчас в Украине не так, когда убивают детей, мучают священника, тоже издеваются под ранеными? Понимаешь, я вот слышу, что убивают. А я нашел здесь рядом орудие пыток. Вот, они рядом с нами. То же самое. Человек человека мучает. Тут важно восприятие, как человек. Есть люди закрытые, совесть, душа закрыта, а есть у которых восприимчивая по всему. А там толпы шатаются. И даже нужды нет. Фотографировались, идут, толстопузые мужики пиво-то пьют баварское. Ты их раздул, они как бочонки с пивом идут. У меня-то другое. Я говорю, скорее вернусь к Валентине и под образа помолиться. Я как будто разрываемый там, вместе с ними. На поле с Викторией вы отошли. Я скажу, Лёва, а те, кто это делал, кто строил, я ничего не выдумываю, это в ней внутреннее состояние. Я не могу. Вы через себя что-то пропускаете. Это вот сейчас. Но это было тогда, когда я до многих живых там не буду. А это вот сейчас, реально, с нами. Да, сейчас тяжелее. Сейчас и на Украине то же самое. Там и в подвалах и пытают людей, что там только не творят. И режут на куски, и все. И издевательства такие же точно идут. И что самое главное, уже снимают на камеры. Уже я ролики там выставляю. Уже убийства на камеру снимают, как умирают люди. То есть такие вещи уже можно видеть. В соответствии, наверное, сейчас никакое средневековье не сравнится. Что там делалось над людьми. Ты далеко очень. Садись ближе. Да я и со стола, по-моему, здесь. И сюда, и сюда. Я слышу вас. И мне тоже это. Наша хозяйка. Ей в радость вас принимать. Конечно. Конечно. Я даже ничего. Но мы ее тоже принимали. Она была в Потеряевке. Да. Они меня первыми приняли. Я у них родилась. Ты была у вас сколько раз? Я у них родилась у вас. Да. Сколько раз была? Раза два? Нет. Больше. Больше. Больше даже. Первый раз мне опрестилась. Два раза была в лагере. Это уже три. Потом приезжала на престольный праздник. Четыре. Когда я в Тихий Бург. На похороны. Не. На похоронах не была. И когда еще. Ну вот. Вот на четыре раза. Мама-то как у вас, Сергей? Они сегодня ездили. Наш дом есть за городом. И они ездили туда сегодня. Там клубнику собирать. Что-то не знаю. Что-то тоже это самое в трудах. Она не сидит на месте. Тоже бегает. А ваша мама с какого года? Так. Сейчас. У меня на цифры память плохая. Ей сейчас шестьдесят один год. Ваша мама моложе меня. А мне шестьдесят пять. На четыре года? Да. Покажите. Так что мы показывали. А то мы этой Жанне показывали. Вот сегодня набрали что. Смотри. Это где его набирали? Тут специальные поля такие засеянные. И там бери кто хочет. А потом завешивай и заплати. А посмотри какая ягода-то. Соравни. Вот. Какой размер-то видно. Вот с глазом рядом. Соравнение со ртом. Я вплотную ее держу. Видишь как. Оно наполнено все. Значит мама ваша с моего поколения. Похвастались. Я аж запах чувствую. Я наелся досыта. Я люблю рвать прямо с корня. Мне понравился. Говорю больше чем замок. А у нас же раньше тоже такое было. Такие питомники и в России были. А в Барнауле сейчас так люди приходят. Набирают сколько облепиху там что. Подходят взвесили и вступают. Но с клубникой там по-моему так нету. Нет. Я клубника не видал. Но я знаю облепиху мы брали. Облепиху, смородину, малину мы брали. Смородину. Там яблоки. В Новосибирске ездили питомники. Яблоки. Селющиеся яблоки. Мы в Новосибирске жили. До приезда в Германию. Геннадий Ильич, а с этой Валентиной Пивенью у вас в друзьях есть там, помните, да? Она жаловалась мне, говорит, Сергей меня в черный список занес. Ну она, она мне, на меня это самое, ты, говорит, у тебя нет развлечений. Но я с ней так не общался. Она мне пишет целые петиции. У тебя нет, она там на меня гонит. И у тебя нет развлечений, добра и духа, добра и зла, развлечения. А я не хочу ей отвечать. Я эти ролики выставляю себе просто для коллекции. Я их не специально выставляю, а просто собираю себе там эту в коллекцию. А она нет, вот ты там против Украины. А я сейчас с Валентиной, с этой, с Украиной, с Еленой сделал ролик. Вот мы за Украину, там, наверное, часа полтора мы с ней разговаривали. То есть, ну, такие острые моменты обсуждаем там. Елена Башкова. Да, с Еленой Башковой. Вот, а какой я против Украины? Я, у меня кровь украинская, у меня бабушка с Литинской области, оттуда практически западной Украины. У меня кровь украинская, я полжизни туда проездил, на эту Украину. У меня там половина родни живет. Какой я против-то? Какой я вам врат-то? Когда сердце болью и кровью обливается, вот, глядеть на это, как можно сказать, что мы против? А у них какое-то такое мнение. Я вчера тоже, Игнат Тихонович, попросил меня там почитать, и вот ее сообщение, Валентина Петровна. Она и меня тоже, вы за Путина, это чудовище, это там сатана. Она его ругает, почему? Я не отвечаю на это, я говорю, я за него молюсь, я обязан молиться. Молиться за Порошенко, за Александра, это моя обязанность. А она меня гвоздает, а я ей другое объясняю, и она смирилась, и сейчас потише. Ну, Игнат Тихонович... А поездки, говорю, она, да благословит Бог, да, чтобы мы доехали, уже все по-другому. Знает, он поменял кемру. Еще бы я отвечал, Златоуз говорит, человек тонет, неспокойно где-то, а ты стой на берегу спокойствия. Если человек на тебя лает, мне еще на четвереньке становиться, тоже лает на него. Да я лучше помолюсь и хорошее скажу. А я как вы, я не стал отвечать, как вы научили, отвечай, говорит, это, не искушайся. И я ей написал, я ей написал просто, говорю, не искушайся. Она мне еще злее письмо. То есть я ей не отвечаю, она все злее и злее. Да, да. А им же вот это в радость, вот это вот все выплеснуть, им же это все надо вывести на человека. Ну, нет бы сесть спокойно помолиться, да и отстань. А они еще распаляются, распаляются и все больше и больше. Тебе во вред. Ну, конечно, во вред. А она, я ей говорю, а что распаляться-то, ночью спать не будешь. Что злиться-то вы, что? Кишечник будет плохо работать. Конечно. Ну, она пожаловалась на вас, мне. Вот у вас в друзьях такой-то, а он вот так-то и занес меня в черный список. Ну, а я ей написал, не искушайся, чтобы она не заходила ко мне на страницу и не смотрела там, не распалялась так. Да, вот, а то расстраивается, заходит. Против кого воевать-то? Жалко же. Человек лежит. Жалко человека, что расстраивает. Пластом на спине не перевернется сам. Человек лежит на спине, смотрит в небо. Нет, она что, это за Украину-то. Ну, почему не порассуждать? Если такая беда, значит, что-то у вас есть, Господь допускает. Она до себя исследовать, а не Путина. А где она живет? На Украине? Она, по-моему, даже где-то в Крыму, где-то на Украине, не знаю. Белая церковь какая-то. Ага. Белая церковь, да батюшка наш откуда. Вот, да. Батюшка, где с Аркемией, в Мандаринцевом, в Германии здесь. Вот они сейчас две недели должны сейчас приехать, две недели были на Украине, но у них в Харьковской области. А, нет, Житомирская. Мать живет ей, матушкина. Интересно. Где-то, я не знаю, в Испании или во Франции мы разговариваем и говорим, мы из России. Они ничего не понимают. Мы говорим, Путин. О, Путин они сразу. Как не сейчас себе Путин Россию заменил. На моем пути. Путин, главное. Интересно как. Путин до конца держится, это соограничивает, вот и ограничения дает. Донбасс уже обзывают, ну, давайте войска высылайте, они до последнего держатся. А, и плохое все. Я не знаю, что там. Может быть, действительно какая-то политика, вот, потом все узнаем, как говорится. И, как люди узнали о Сталине, там, и о Берии, и обо всем таком. Вот, что там, какая у них политика, неизвестно. Ну, по делам пока судить можно. Дел, дел плохих особо нету. Рейтинг, то у него растет все больше и больше русских, как говорится, за него голосуют. Потому что по делам видно. Я смотрела видеоролик, там одной матери убили сына, и вот она стоит, и на Путина, вот, ты убийца, ты такой-сякой. Но ей-то откуда знать, какой он? Я вот там жила в России, я со стороны, я российская гражданка, у меня гражданство российское тоже есть. Я не знаю его до конца, а она-то откуда знает? И волокет на него, вот так вот. Я просто удивилась, что ей-ой-ой, говорю. Что-то. Ну, правильно, у нее горя. Ты убил моего сына, ты убийца, вот в таком тоне. Да, что такое? Рейтинг, я верю, вот в эти вот, в оружие, вот это, нейропрограммирование, вот это, такое, оружие авианосцы, вот эти заходят, с локаторами, и людей, как говорится, направляют в нужное русло. Вы верите в это? Я не совсем понял. Ну, есть сейчас оружие такое нервное, действует на... Психотропное. Психотропное. Психотропное, да. Замбируют людей. Замбируют людей, которые... И что? Ну, вы верите в это? И оно вот, я сейчас сижу, оно меня направит, и Валентину я ударю, да? Нет, не то, что ударю, а вот, ну, я не знаю, вот говорят, что, допустим, сейчас даже измерили я ощущения людей. Вот гнев, допустим, у человека какой-то занимает там децибелы, вот, допустим, радость только децибел занимает. И эти децибелы можно изменять человеку с помощью вибрационных каких-то волн. Может быть, могут изменять, но они еще не сделают. Это могут. Это тело человеческое. Это все могут сделать, но настроить меня против вас и против нее ни один децибел не сможет. То есть молитва, молитва, она разрушает все. Это все пережигает. Все отшибется. Никто не сможет этого сделать. Никак. Я люблю и тебя, люблю и ее. Все. Любовь все пережгла. Это люди, которые ничего не знают, они по действиям духа лжи, блуда, и они это говорят. То есть если оно и есть, это оружие и воздействие на людей, но на людей нераскаянных людей только может действовать. Нераскаянных. Вот начинает бунтовать. А вот там такие баны висят, реклама, разврат. Почему я не вижу никогда? Я тоже там прохожу. А вы зачем смотрите-то? А вот такие фильмы по телевизору, там дом какой-то, пятый, десятый. У меня телевизора нет, я не смотрю. Я никогда против этого бунтовать не буду. Написано, змей пустил реку из пасти своей, но земля открыла, уста и поглотила. В откровении говорится. То есть люди, живущие землею, как земля, как грязь, они поглотят. И Господь говорит, 6 глава Бытия говорит, и расслилась земля. Златоуст говорит, землей названы люди. Ну вышел все эти, все эти, ну и упал на такую землю. Это не на земле речь-то идет. Расслилась, ну и пусть она расслилась, а нет, какое дело? Я говорю, это делать нельзя. Да вот смотрят малые дети, ну пусть и смотрят. Да вот газеты, журналы, они там такие, ну нехорошие. Так не бери, не смотри, есть хорошие, хороших не пересчитать. Я вам какие дал, русский дом-то, журналы-то ведь хорошие. То есть когда Христос сказал, вот рай и ад внутри вас есть, оно вот в этом и выражается. Вот они и рай, и ад внутри нас. То есть ты делай выбор только. И царствие Божие мутер вас есть. И это не дано, потому что свободу не дано приборами подавить, она во мне. Когда свободна, свобода, а человек себя тут боится сказать, тут боится, вот тебе оружие поет. То есть они давят на то, что я чего-то лишусь. А я буду так делать, а с меня сам снимут. Ну вот ты и попался. А я с меня сам не сниму. Опять начинают, да вот тот и отнимут, а у меня нет, я выбросил сам. Я сам выбросил. Я совершенно неуязвимый для них. Я считал про одного. Он долго отсутствовал, заработал, уже старый стал. И у него ученик помогает ему. И он, узнали матросы, что он везет сундук с драгоценностями. И они между собой договариваются, что сегодня ночью убить его. А пацаненок-то, который ему прислуживает, то услышал, прибежал и так и так. Готовится сегодня ночью убить. А на корабле куда он денется? Никуда. Он подумал и говорит, тащи полок большой, как одеяло. Он вытащил, заплатил матросам, тащите сундук. Сундук протащил, вываливайте. Как было ли, так заблестело все, там ожерелье, то другое. Ну он кому-то сказал, говорит, я вам заплачу за это дело. Вот это так, вот это так, вот это так, вот это стоит сотню тысяч. Теперь матросам говорят, возьмите за четыре угла, взяли, размахнитесь с забор, выбросили. Выбросили, а который убийца-то все это видят, делают, но они еще убивают. А за что убивают, а в сумку положил. Жесткий диск. Вот и все, надо выбросить даже пшеницу-забор, чтобы корабль не утонул. Самому расстаться с этим. И вот мы видим, что трудно с машиной. Мы начали обрубать свои контовы. Не заезжаем туда. Так, а что это за стопор, Витя? Перекачать надо информацию. Так, сейчас Виктор будет перекачивать информацию Валентине. Ничего нет? Прощаемся? Да, все, сейчас, Инотих, я сейчас тогда зайду там, посмотрю на компьютер. До Финляндии, тут уже я вас могу не увидеть. Ну а в Финляндии тогда созвонимся, да, будете? Ну, конечно. Я сказал, когда мы в Финляндии будем. Мы там будем 29-го. 29-го. Должны. По намерениям нашим. А дальше как будет? Ну, я отхожу. Все, с Богом. С Богом. Мамушке скажи, чтобы молилась за нас. Отошел.